Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл Шарков, и мы находимся сейчас в поселке Софрино Московской области на конференции Московского гештальтинститута ежегодной общества практикующих психологов гештальтподход и беседуем с директором общества, с кандидатом психологических наук Даниилом Несторовичем Хломовым. Даниил, приветствую! Спасибо! Спасибо, что пригласили на конференцию, поучаствовать, окунуться в эту атмосферу, поснимать здесь различные интервью, видео. Первый вопрос вот мой касается, собственно, конференции этой. В этом году тема ежегодной конференции – это ресурсы и вызовы новизны. Так тема сформулирована. Как, может быть, она родилась, из чего? И эта тема ресурсы и вызовы новизны, она является такой традиционной для гештальттерапии, потому что, в общем, на самом деле мы живем все время в новом, которое не знаем, а знаем что-то уже про то, что прошло. Потому что, собственно, наши органы чувств приносят разную информацию, которая интегрируется, и мы имеем представление о том, что происходило некоторое время назад. Ну, хотя речь идет о миллисекундах, но, тем не менее, все равно это в какой-то степени прошлое. И вот эта вот встреча с тем, чего еще нет, это всегда очень большой стресс. Ну, люди, чем больше чувствительные, тем они больше стараются удержать мгновение. То есть, такая симпатичная мне категория, как синдитивные шизоиды, вот они очень боятся нового. Потому что это новое требует, ну, каких-то изменений, требует преобразования всей жизни. Потому что, опять-таки, жизнь-то едина. Вот. И вносишь какое-то небольшое изменение, а оно вызывает лавину, и потом получается какой-то совсем другой масштаб, совсем, ну, другая ситуация в целом. Поэтому то, что касается вызовов новизны, это понятно. А вот ресурс — это интересная вещь. Потому что насколько мы себя мотивируем какими-то предполагаемыми событиями, насколько, ну, как у Фрица Перлса, вот в книжке, по-моему, я, кстати, первый раз у него этот термин встретил, это катастрофический и анастрофический. Анастрофический, то есть, когда мы предполагаем, что дальше все будет прекрасно, что все, само собой, наладится. Противоположность катастрофе. Вот. И... Беззаботность такая какая-то. Да. И мы себя как бы все время то ли пытаемся соблазнить какими-то вот этими картинками рая предполагаемого, как дальше все будет великолепно, то ли пугаем себя какими-то катастрофами, такими апокалиптического свойства. Вот. Поэтому то, что касается ресурсов новизны, это, это интересная вещь. То есть, как можно не уходить так далеко в катастрофические или анастрофические ожидания, а, в общем, держаться немного за новое, которое появляется. Ну, как-то помогать и самому осваиваться с этим новым и, собственно, этому новому помогать появляться. А что нового для вас вот на этой конференции конкретно? Она по счету уже двадцать девятая? Да, думаю, да, потому что начиная с девяносто первого года, каждый год приблизительно в феврале мы устраивали конференции в разных местах, и они эволюционировали, потому что, ну, во-первых, люди, жизнь становилась лучше. Это звучит дико, но тем не менее она правда становилась лучше. И я как бы смотрел, как менялись, ну, предпочтения людей, машины, на которых они ездят, ну, какая-то одежда, в которую одеваются, какие-то кушанья, которые будут. И в этом смысле в течение этих лет все очень эволюционировало, то есть от сначала довольно простых баз, простых таких возможностей. Ну, вот, и это вот конференция в Софрино, это еще как бы один переезд, потому что, ну, уже предыдущий уровень не позволял разместиться всем желающим, ну, в таком качестве, которое бы устраивало всех. Вот, уже требовалось ресторан получше, уже требовалось, и так далее. То есть, в общем, развивается. Потребности меняются. Меняются, поэтому это новое. Стиль меняется. Да, да, да. И вот в этом новом уже как-то тоже надо его обживать, вот это новое обживать и как-то в нем обустраиваться. Ну, потому что оно тоже спустя некоторое время становится старым, и надо двигаться дальше. Вот. Ну, видимо, раньше люди все-таки существенно меньше жили, и как бы, если мы начинаем обращаться к литературным произведениям, то там обнаруживаем такой действительно страшный возраст старухи-проценщицы аж 40 лет. Или за 40. Вот. И так далее. То есть, это все давно пройденные этапы. Сейчас это представить крайне сложно. А люди живут и живут. Вот. И как-то могут продвигаться вперед, могут улучшать свою жизнь, могут чего-то менять и упрощать. Или наоборот, на что-то решиться, на что они не решались. Поэтому, конечно, вопрос новизны — это такая очень важная вещь. В том числе и в устройстве нашей жизни. Угу. А правильно я понимаю, что вот вот эти... Вот новизна, собственно, она такая, ну, постоянный процесс, да, привнесения... Ну, просто эта жизнь так происходит, что что-то новое возникает и не было появляется. И в данном случае ресурсы человек использует для того, чтобы как-то, ну, принять эту новизну, адаптироваться к ней, как-то ее использовать, может быть. Вот. Связь здесь такая. Да, потому что, ну, во-первых, нужно что-то... Когда возникает новое, то оно всегда вызывает некоторую большую тревогу. Ну, возбуждение. Потому что я еще не знаю, что это новое даст мне. И у меня есть некоторое, как бы сказать, запас энергии, некоторый ресурс, чтобы это новое использовать. А этот ресурс, он как бы, как говорят, тревога, остановленное возбуждение. Вот он возникает в форме тревоги. Угу. И дальше с этой тревогой нужно как-то обходиться. Потому что, если обходиться с ней неправильно, то тревога может разрушить поведение. Вот. Или привести к каким-то, ну, другим неразумным последствиям. К разрушению, например, объекта интереса. Вот. И в этом смысле очень важно с этим обходиться разумно. С этой фазой. Вот. И, конечно, еще кроме того, что касается тревоги, здесь также есть определенная, ну, как сказать, подготовка. То есть то, что называют интенция. Угу. То есть общая направленность. То есть, скорее всего, дело движется вот к этому. Вот сейчас, скорее всего, дело будет двигаться в направлении ужина. Ну, соответственно, если есть... Предначертано. Предначертано. Вот. А если такая интенция есть, то организм как бы к этому готовится. Потому что, если он неподготовленный окажется в ситуации ужина, то это тоже, в общем, ну, усложнит эту деятельность. Вот. Поэтому здесь вопрос о том, как готовиться, но при этом оставаться достаточно гибким, учитывая возможности изменений. За что можно держаться? Ну, потому что для того, чтобы нам сохранять устойчивость, нам нужно за что-то держаться. Вот. Ну, я не знаю, за место жительства там, за какие-то отношения, за там научную степень, например, и какую-нибудь позицию, за должность, там, за какой-то интерес стабильный, за какое-то хобби, ну, за что-то держаться. И тогда вот эти изменения, они не разрушают жизнь, не приводят вот к такому, как сказать, не... ну, разрушительному движению дальше. То есть, как бы, как... даже когда проходим какой-то скользкий участок трассы на машине, то все равно самая большая проблема, если пытаться в течение этого участка куда-то направлять машину, куда-то управлять, потому что ее закрутит и выбросит. Вот. То есть, в этом смысле очень важно за что-то, ну, за что-то держаться. Держаться, например, вот за ту прямую, которую, насколько возможно, держаться за ту скорость, которая есть, и не топать по тормозу и так далее. Вот. То есть, вот в этом смысле в вопросах новизны становятся очень важными вот эти опоры. Вот. Ну и понятно, конечно, как для всех гештальтистов биологическая часть очень важна. Наше направление недаром обвиняли какое-то время в биологизаторстве. Вот. И поэтому то, за что точно нужно держаться, это за тело. Ну, то есть, как бы, обнаруживать себя, проверять, в каком состоянии, что есть, вообще уделять внимание вот тому, чего я делаю. Данил, а вот ваши такие личные интересы в рамках этой конференции, чтобы конференция только начинается, нам предстоит несколько дней работы. Зрители, конечно же, увидят это интервью, когда конференция уже закончится. Вот. Тем не менее, вот фокусы внимания ваши здесь, сейчас? Ну, наверное, мне очень интересно. Конечно, мне очень интересен эксперимент, который я так воспринимаю, как эксперимент, связанный с созданием гештальт-сообщества вообще. Ну, потому что в какой-то степени это такая утопия. То есть, если люди, которые умеют хорошо осознавать и, в общем, обучены коммуникациям, окажутся вместе, может быть, они смогут развить какое-то не очень противоречивое общество. Общество, в котором будут какие-то нормальные гуманистические ценности, там, где можно будет лучше жить, чем в другом. Пока это все получается. То есть, пока получается так, что, в общем, но это сообщество меня устраивает больше, чем другие. Я был в разных сообществах. Вот. И вот здесь есть возможность что-то напрямую спросить, что-то напрямую узнать. Здесь это? В гештальт-сообществе. В гештальт-сообществе. Вот. Ну, если получится, то в результате будет, ну, будет какая-то перспектива, будет какая-то надежда на будущее. Ну, если не получится, то не знаю. А вы сказали, что вот это эксперимент. Эксперимент по созданию гештальт-сообщества, который уже длится несколько лет? Десятилетий. Десятилетий. Довольно много десятилетий. Дело в том, что у меня было как бы две такие специализации еще в университете. То есть, медицинская психология, социальная психология. И меня очень интересовали как раз сообщества. Меня интересовали системы взаимоотношений, которые, конечно, гораздо сложнее. И в этом смысле гораздо сложнее, чем, там, я не знаю, триады, диады. То есть, это сложная сеть. Такая, в общем, вполне сетевая структура. Сетевая не в смысле для чего-то сделанная, а просто вполне нормальная человеческая сеть отношений. И вот насколько эта человеческая сеть отношений может быть, ну, оптимизирована, что ли. То есть, с тем, чтобы в ней можно было избегать каких-то крайних, аффективных вещей. То есть, где можно было бы в большинстве случаев договариваться. Вот. Где можно было бы испытывать разные чувства друг к другу, но при этом, в общем, быть способными к контакту и способными к тому, чтобы что-то разрешить. Вот. Поэтому меня это очень интересовало. Я тогда занимался вот в социальной психологии, социальными сетями. Вот. И тогда это было совсем не то, что сейчас называют социальные сети. Это не было. Тогда это когда? В 80-е годы. В 80-е. Когда получилась возможность такого отличного эксперимента, как развитие одного из направлений психотерапии, да еще такого, которое как бы не противоречит внутренним убеждениям моим. Вот. То, конечно, я с радостью за это взялся. И мне было интересно организовывать какие-то учебные группы, создавать какие-то пространства, которые здесь сделаны, организации, помогать каким-то другим организациям. Иногда конфликтами там с людьми. Иногда как-то еще. Иногда переправляя какие-то ресурсы там зарубежные контакты с тем, чтобы это направление развивалось. Вот. И сейчас я очень доволен. Оно действительно развилось очень хорошо. То есть, с самого начала это такой был осознанный, взвешенный выбор. Абсолютно. Вы решили, что будете создавать сообщество. Да. Это для меня был такой эксперимент, потому что в основе его лежала следующая идея, что если сообщество разумно организовано, то оно само по себе растет. То есть, это за счет самоорганизации. За счет самоорганизующейся вот такой истории. То есть, этот эксперимент не завершен? Нет, конечно, нет. И из-за вовлечения большего количества людей, из-за того, что пошла уже, ну, уже много-много лет идет такая кристаллизация. То есть, образуются внутренние центры разные внутри этого сообщества. И у них друг с другом какие-то отношения. И через них перемалываются какие-то идеи. Ну, в том числе, идеи, например, такие вполне рыночные, связанные с конкуренцией. Что вот я сделаю какую-то замечательную систему и сразу стану самым главным. Или получу какое-нибудь право выдавать всемирный сертификат чего-нибудь. Вот. И всех сразу обгоню. Или еще что-то такое. Таких вот нарциссических вещей, связанных с тем, чтобы, ну, обрести некоторое превосходство вот в этом соперничестве, этого всего полно. Но соперничество – это неплохо само по себе. Потому что оно тоже позволяет как раз продвигать систему в целом. Так что для меня это очень интересный эксперимент. И мне нравится, как он идет. Вот. А можно ли говорить о каких-то, ну, таких, ну, ваших личных критериях или, может быть, общественных критериях, что вот эксперимент удался? Ну, то есть, может быть, это еще пока вы не знаете, удался он или нет. Может быть, в будущем где-то есть эта точка, что этот эксперимент удастся, если вы сможете сказать так. Ну, такой один из критериев важный – это то место, которое занимает гештальт-терапия сейчас в России и вот на постсоветском пространстве. Она занимает место существенно больше, чем в других странах. Чем, например, во Франции, чем в Соединенных Штатах. То есть, во многих местах это такое одно из старых направлений, по поводу которого, в общем, ну, количественное соотношение с другими направлениями такое, что там, ну, один к тысяче. Вот. Гештальтист – это один из тысяч психотерапевтов может оказаться. То есть, в этом смысле у нас другая ситуация. То есть, у нас гештальт-терапия вполне себе живет. Причем, опираясь на себя, опираясь на какие-то реальные представления о работе, о возможностях, вот, опираясь на тоже реалистические какие-то и справедливые отношения, вот, между клиентами-терапевтами, между теми, кто хочет освоить вот это направление, и теми, кто обучает. В общем, это все. Самое главное в этой истории – это создать, ну, такие развивающиеся реалистические взаимоотношения. Данил, а вот этот все-таки эксперимент по созданию сообщества, в нем же участвует большое количество людей. Да. Да. Мы видим на этой конференции 400 участников, на предыдущих тоже большое количество. Да, да. И вы бы сейчас говорили о том, что в России, на постсоветском пространстве гештальт-подход существенно больше внимания людей получает, чем в других странах. С чем связана, на ваш взгляд, такая привлекательность гештальта? Я думаю, что вот в моем позиции, что какой бы хороший эксперимент ни был, если бы он не поддержан людьми и их интересом, он скорее будет неудачным. А вот он поддержан. Да. Здесь, конечно, очень важно, что с самого начала в этом направлении включались люди, которым это направление интересно. Вот. Которые могли в этом направлении жить и делать много, ну, разных новых вещей. Вот. И люди, вот, которые остались в нашей команде, в нашем сообществе, очень много тех, кто относится к первому поколению. Первое поколение – это, собственно, те люди, которые получили первое законченное какое-то образование в области гештальтерапии. То есть, там была эта трехгодичная, четырехгодичная программа, вот, от гештальт-института Гамбурга. Вот. И вот здесь, например, из этой программы, самой первой программы, которая тогда была, довольно много людей. То есть, вот я, Наташа Кедрова, Нина Голосова, Елена Калитиевская, Марина Баскакова, Лена Мазур. Дай бог памяти, чтобы я никого не забыл. В этой же группе обучались и Нифон Долгополов, и Оля Долгополова, и в этой же группе обучался Олег Немиринский. Ну, и еще много-много людей, которые ушли потом из гештальтерапии, но все равно очень большой вклад в развитие психотерапевтических направлений вкладывают. Ну, например, Леша Кроль, Леонид Кроль, вот, или Елена Соколова, вот. Это такой был очень интересный проект, который... И дальше, как бы, то, что строилось, наше следующее, когда уже мы стали как-то обучать гештальтерапии, все строилось на том, что это было свободное пространство, которое совершенно необязательно знать. Если тебе неинтересно, то не занимайся этим. То есть, это было такое вполне творческое послание. И поэтому в этой области, ну, и дальше приходили в эту область все больше и больше каких-то энтузиастов, тех, кого интересовало вот это направление и возможность свободно думать обо всем. Вот. Где не было каких-то запретов, то ты так не делай, ты так не думай, ты так не поступай. Потому что как только появляются такие запреты, то это уже не гештальтерапия. Вот. Гештальтерапия – это вопрос, а почему ты так сделал? И если ты можешь объяснить, как и почему, ты можешь делать что угодно. То есть, можешь, не знаю, разыгрывать психодраматические какие-то эпизоды. Или можешь обучать, тренировать какие-либо навыки. Вот. И так далее. То есть, нет запрета на технике. Только объясни, зачем. То есть, вот с вашей точки зрения, ты как раз такой свободой мысли, свободой решения гештальтерапии привлекательный. Да, 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 да. Такой, ну вот действительно, как после сегодняшней лекции, глубинной анархичностью. Вот для меня этим очень. Ну, по сути, такой выход, говоря языком гештальтерапии, выход из такой глубокой как раз интроекции. Да, да, да. Интроекции много и хочется от нее избавиться. Да, из такого интроективного мира, мира, построенного по законам интроекции, в мир, который построен скорее по законам импровизации. Вот. И самоорганизации. Да, самоорганизации, творческого приспособления. То есть, вот эти вот вещи, которые были заложены, действительно внесены в гештальтерапию, вот Перлсом и Нью-Йоркской группой, они очень важны. До сих пор сохраняют свои ценности. Ну, наверное, всегда будут. Хочется поговорить еще про гештальт-подход, да, собственно, про теоретические и практические аспекты. Вот, возвращаясь к теме новизны, которая звучит на этой конференции, вы уже без малого 30 лет гештальте или даже больше? Сколько вы на данный день? Да, наверное, побольше, потому что с 89-го года началась программа такая учебная, значит, уже 30 лет. Вот за эти 30 лет, что вы находитесь внутри гештальт-подхода, какая новизна, может быть, появлялась, появляется сейчас? Как менялся гештальт-подход за эти 30 лет? Ну, как новому привносили коллеги из каких-то других стран, других учений? Как взаимодействовал, может быть, с представителями вообще других подходов? Ну, как-то вот такой срез. Ну, да. Основной противоречий, который есть со всеми представителями других подходов, это следующее. Оно возникает с любым подходом, когда что-то догматизируется. То есть, когда люди говорят, вот делай так, делай так, и будет счастье для всех. Вот. А в гештальт-терапии так нельзя, потому что у одного одно счастье, у другого другое. Вот. И как бы каждый раз нужно думать. И вот это тот момент, когда любая психотерапевтическая система, которая выдвигает какую-то основную идею, сталкивается вот с ограничениями. В этом смысле гештальт-подход как раз оказывается свободнее большинства. То, что касается теории, то, что касается, ну, вот такой научной части гештальт-терапии, ну, мне кажется, что, по сути, сама по себе психотерапевтическая работа в гештальт-терапии для меня – это и есть частная такая исследовательская практика. То есть, это частное психологическое исследование. И опять-таки, что очень важно, что оно выходит тогда за пределы вот этих рассуждений о том, что болезнь – здоровье, вот болезнь – победима, начнется здоровье. А что это такое здоровье? Вот где оно описано, это здоровье? То есть, есть вот этот набор признаков, типа психически здорового человека, но каждый раз он… Разные специалисты пытаются его составить, но он выглядит как перечень такой, когда собираются в поход, а вот давайте еще, кроме палатки, возьмем вот этот фонарик, а потом еще один фонарик, на всякий случай, если тот погаснет. И вот если это все есть, значит, счастье есть. Да ничего подобного. А потом идите на перевал Дятлова, и ничего вам не поможет. Все очень просто. То есть, в этом смысле, здоровье и болезнь – понятия такие, как бы сказать, ну, пограничные. То есть, на самом деле, вот мы говорим, например, ну, скажем, диабет – это болезнь. Болезнь. Ну, почему это болезнь? Это не болезнь, это некоторое определенное состояние, которое будет, некий физиологический процесс, который будет сопровождать человека до смерти. Ему нужно соблюдать такие или такие или такие правила. Мы называем это болезнью. Ну, скажем, если у человека, ну, ампутирована конечность, то это болезнь или нет? Ну, нет, это особые условия, это не болезнь. То же самое относится ко многим вещам, которые в психиатрии, в клинике обозначаются как болезнь. Но это не болезнь, это особое состояние. И с этим особым состоянием как-то нужно обходиться и смотреть, а есть ли ресурсы у человека, чтобы обходиться с этим особым состоянием. А так называемые здоровые люди – это те, кто обходятся с этими состояниями успешно. Вот, собственно, это важная вещь, потому что она выводит у нас, собственно, психотерапию за рамки медицинской модели. И переводит действительно в определенный такой стык искусства, науки и одновременно какой-то практики. Практики по осознаванию, по развитию, в общем, психической жизни человека. В конечном счете, по улучшению ее. Но для этого ему нужно сначала просто сориентироваться, понять, что у него есть. И это, мне кажется, очень важное движение. Думаю, что в будущем оно будет гораздо больше, чем вот эта попытка там избавляться от каких-то, ну, от, как бы, условно говоря, ловли блох. То есть, что вот вы боитесь высоты, ах, как же так, нужно тренироваться, чтобы не бояться высоты. Да какая разница, боитесь или не боитесь. Если вы живете в подвале, страх высоты никак вам не угрожает. Абсолютно. А вот вы сказали, что, ну, там, понятие болезни, все-таки некоторые болезни можно переформулировать как особое состояние. Особое состояние. А есть ли болезни тогда? Реальные болезни. Вопрос сложный. Конечно, есть, конечно, есть. То есть, как некоторые, действительно, процесс, но это, они есть в медицине, внутри медицины. И в этом смысле я не врач. И для меня, ну, то есть, я ориентируюсь, естественно, в медицинской части, потому что очень много лет работал в этой области. Но тем более, поскольку я много лет работал там, а не пытаюсь туда ворваться, то я очень понимаю, где граница. Вот. И в этом смысле граница клиники, да, она находится в клинике. И, соответственно, есть люди, которые имеют соответствующее образование, соответствующим образом ориентированные. И в этом смысле определение вот болезни как болезнь на их совести. То есть, ну, например, скажем, пограничное расстройство личности можно назвать болезнью или нет? Это особое состояние, которое сопровождает человека, будет его сопровождать. Если ему удастся справиться с некоторыми характеристиками этого состояния, он будет лучше социально адаптирован. Вот и все. Но оно никуда не денется. То есть, так же будут периодически возникать аффекты, так же будет периодически человек попадать на это самое разделение «хорошо-плохо», «свои чужие» и так далее. Это то, что будет. Вот. То есть вопрос о болезнях – это как бы на совести докторов тут. В этом смысле то, чем я занимаюсь, это я занимаюсь вопросами организации сознания. То есть, собственно, единственным, чем занимаются психологи – это вот вопросы организации сознания и того, что человек осознает. Каждого человека конкретного организованного сознания. Данил, вы сказали про такие перспективы будущего. Да. Хочется эту мысль развить и поговорить, ну, такое, может быть, про потенциальное будущее, гештальт-подхода в таком российском контексте, может быть, даже и в мировом. Может быть, и в мировом. Что ожидает, вот с вашей точки зрения, гештальт-подход через 10-15 лет? Какие стороны будет развиваться? Здесь вопрос, хватит ли сил. И здесь есть очень большая ловушка. Эта ловушка связана с тем, что в течение многих-многих лет людей, живущих на нашей территории, на советской территории, приучали к тому, что все разумное и прекрасное делается там, на Западе. И что надо следовать вот тому, как живут, двигаются и работают наши коллеги. А здесь как раз ситуация такая, что наше сообщество по многим параметрам обгоняет сейчас. То есть, ну, вот коллег, у которых мы учились в том числе, и которые сейчас приезжают учить. Это прекрасно, что приезжают и работают. Но в нашем сообществе сейчас уже есть, как мне кажется, ну, более интересные тенденции, теоретические, чем я обнаруживаю вот в англоязычной или немецкоязычной среде. Потому что, вот, ну, будучи такой психотерапией маленького направления, у людей, которые занимаются и продвигают ее, вот, ну, в таком, в американском мире, в западном мире, их задача оказаться, ну, хоть как-то заметными, чтобы их совсем не затоптали. И поэтому очень важно, соответственно, ну, например, в научных исследованиях доказывать, что, а мы тоже полезные. Ты, конечно, полезные, боже, зачем тысячу раз повторять исследование Роджерса? Вот, 70% – это эффективность любой психотерапии, где один человек способен выслушать другого. Ничего там особенно, вот, биться. Но, тем не менее, это взято как определенный курс. На мой взгляд, курс ошибочный. Потому что не стоит доказывать, что мы тоже. Это не в гешталь подходит. Это в гешталь подходит, доказывает, да, что мы тоже. Вот. Или, например, очень сильно включаться в клинику. То есть, а вот мы такие полезные в клинике, что там и одно сделаем, и другое, и третье. Ну, клиника, с одной стороны, это пространство свободы всегда было. Ну, потому что, как бы, и доктора, и пациенты были более, ну, менее ограничены, что ли, в свободе мысли. И, собственно, и клиник-то может работать, пока там есть свободные люди, с одной и с другой стороны. Ну, потому что механизм, механистичность, это не свойство человека. Вот. И в этом смысле попытка ограничить сферу применения клиникой и, как бы, вот это излишнее движение в эту сторону, мне кажется, тоже уже ошибочным. Потому что мы начинаем играть, в общем, в ту игру, в которую, ну, уже, ну, порядка сотни лет назад сыграл психоанализ, что мы играем в доктора. Вот. Вот. Вот, обнаруживаем какой-то диагноз, вот, например, начинаем пытаться его лечить. Мне кажется, что это тоже, это важная вещь как знание, но как направление, боюсь, что это ошибочно. Мне кажется, что наиболее перспективное направление – это направление светское. Когда мы можем, конечно, применять естественные клинические знания, потому что, как бы, сумасшедшие среди нас. Вот. Но, мало того, мы тоже такие. Немножко. А как иначе? Да, да, да. Потому что без сумасшествия невозможно двигаться вперед. Собственно, когда я делаю какой-то шаг вперед, это всегда некоторый вызов, некоторые сумасшествия. Вызов новизны. Вызов новизны, да. То есть сумасшествие было для Бродского не оставаться в комнате, а выйти из комнаты. Это уже, значит, сумасшествие такое. И я думаю, что в будущем, в общем, вот это вот как раз светское направление, направление, связанное со свободным наймом, специалист-психолога, гештальтерапевта, для того, чтобы помогать вместе с человеком разбираться в его перипетиях, в его жизни, того, что он осознает, того, что он замечает. Это основное направление, потому что автоматизировать его нельзя. А писать раз и навсегда в книжке, ну, это можно только как строевой устав. Лучше всего строевой устав описывает, как нужно ходить. Вот. Но только что-то люди глупые и не ходят строем. Поэтому это некоторый, как сказать, ну, какой-то прочный фундамент, когда направление не может быть исчерпано раз и навсегда тем, что все описано, все оптимизировано, все сделано. И дальше придут, соответственно, роботы или какие-то еще персонажи и будут, соответственно, тренировать всех так, чтобы все было правильно и эффективно. Те, кто тренирует, всегда тренируют по отношению к прошлому. Это как обучение. То есть, ну, любой институт, он учит готовить специалистов вчерашнего дня. Никогда не будущего. А как они туда дальше пробираются, ну, в меру того, насколько могут ориентироваться вот в этом меняющемся таком и тревожном по этому мире. Я думаю, что гештальтерапия очень хорошая перспектива. Я думаю, что перспективы хорошие и влияние на культуру, и влияние вообще такого широкого на человеческую жизнь. Потому что каждый психотерапевт является таким вот узелком, к которому присоединяется определенное количество людей, а к тем еще кто-то, а к тем еще кто-то. И в этом смысле, если у психотерапевта есть идея свобода мышления, ну, естественно, свобода мышления подразумевает то, что если я что-то потом пытаюсь говорить, то я перед этим должен сто раз подумать. То есть, это если я разрешаю себе свободное мышление, значит, я запрещаю себе свободное говорение. Не то, что запрещаю, но ограничиваю. А от того, чтобы сказать и сделать, это еще тысячу раз проверить. То есть, свобода мышления подразумевает хорошую осознанность слов и еще более хорошую осознанность действий. А это же, в общем, нам и надо от всех людей. Это то, что перспективно для всех. И правильно я понимаю, что вы говорите, что с вашей точки зрения гештальт-подход ожидает развитие, хорошее будущее. И вот это развитие, оно в принципе, оно будет происходить. И вот развитие сообщества, оно идет параллельно с развитием подхода. Похоже, да. Похоже, да. И там, где, может быть, в тех подходах, где сообщество не так развито, это не будет, подход не будет поддержан сообществом. Да. Это же как всякий культурный подход. То есть, ну, например, там, когда я езжу на какие-то зарубежные конференции, то что мне бросается в глаза? С каждым годом это уменьшение количества молодых участников. То есть, как бы, очень многие подходы. Естественно, люди становятся старше. Ну, а молодежь уходит куда-то еще. Это вне гештальта. Вне. Здесь сейчас хорошо. Здесь сейчас хорошо. То есть, у нас есть вот этот приток, есть интерес такой у молодежи, что, в общем, дорогого стоит. Я имею в виду, что конференции вот эти зарубежные тоже не гештальт или гештальт. Не гештальт очень сильно, гештальт тоже, 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 тоже становится старше, старше, старше. Потому что молодежь ищет либо что-то коммерчески более выгодное, вот, и попроще. Побыстрее. Побыстрее, попроще, вот. И, в общем, ну, их можно понять. Их можно понять. Поэтому наша задача, конечно, создать какую-то, ну, такую движущуюся и теоретическую, и практическую основу. И двигаться в моде. Потому что, если мы говорим о том, что психотерапия – это культура, а это и есть часть культуры, конечно. Это уже совершенно очевидно после психоанализа, насколько влияние психоанализа было на культуру. Вот. То там есть явление такое, как мода. Вот. Ну, и есть мода на определенные патологии. Ну, например, там, в течение последних, ну, наверное, лет 10-15 выехало паническое расстройство, паническая атака. Вот. В качестве такого вот симптома. Ну, такого же, как, например, в начале века был истерический приступ. Истерия. Вот. А какие еще моды будут, я не знаю. Вот сейчас была большая мода на работу с телом. Вот. И вполне обоснованно. Потому что попытки сделать из тела такую машину для получения удовольствий. Вот. И попытки для этого, значит, там все стройными рядами выполняют такие или такие или такие упражнения. Это, ну, дискредитировано. То есть, важно понимать, что есть. Не развивать, там, как бы красивое тело или какие-то сверхспособности. Вот. А понимать то, что есть и как с этим обращаться. И вот в гештальтерапии эта часть, ну, правда, очень важна, очень сильная часть. Ну, вот посмотрим. Не знаю, какие будут. Но каждая конференция – это как вот в чем-то какой-то, как это сказать, ну, такой показ мод. Вот, там, неделя моды, да, где-нибудь. Вот. И люди выходят с какими-то воркшопами, в которых проглядываются разные линии. Поэтому, скорее, после конференции становится понятно, а куда направляется вся эта толпа больше. Не знаю, в какие-то. Может быть, больше там что-то будет связанное с сексуальностью опять. Может быть, больше будет с теориями развития. Не знаю. Ну, посмотрим, да. Посмотрим. Даниил, что бы вы вот сказали про молодое поколение, молодых коллег, которые достаточно много в гештальтерапии, что бы, может, вы пожелали молодым коллегам, которые делают первые шаги в гештальтерапии, которые думают о том, что вот пойти ли учиться, ну, может быть, и представителям более старшего поколения гештальтерапии, более подготовленным коллегам, что бы пожелали. Что мне нравится вот в молодом поколении сейчас, то, что появляется какое-то количество людей, которые могут свободно располагаться в своей жизни. То есть просто жить, занимаясь тем, что интересно, из-за того, что это интересно. вот двигаясь, ну, не для достижения какой-то цели такой, а скорее вот спокойно, свободно располагаясь в своей жизни. И это заметно потому, что они, например, совершенно не спешат, что вот я сейчас выучу прекрасный метод и пойду зарабатывать. Ну, это можно, но это как бы ограничено, это остановка. Вот. А в этом случае получается, что они поддерживают какой-то общий интерес в сообществе, в том, чтобы разобраться в одном, в другом, приложить какие-то теоретические положения, посмотреть, а может, какие-то старые положения уже не годятся. Ну, в гештальт-терапии подход научный, поэтому там приветствуется всякий скептицизм. И, пожалуйста, ну, попробуй так, посмотри, что там будет. Вот. Эксперимент. Гештальт-эксперимент – это вот критерий, по которому мы можем определить, ну, правильно ли мы понимаем механизм, с которым работаем, или что-то ошибка какая-то вышла. Вот. Так что мне кажется, что молодежь, вот, вопреки, там, обычно ворчат, на молодежь, так, старшее поколение. Вот. У меня как раз есть впечатление, что там есть перспективы. Вот. Мега освежение такое. Да. Да. Выход из этой гонки, которая, ну, была задана сначала длительным сдерживанием в Советском Союзе и вот границами, да, какими-то, о чем нельзя говорить, о чем нельзя думать, нельзя и так далее. Вот этим всеми нельзя. Вот. А потом началась гонка. Скорее, вот скорее это, скорее это, а вот это выбросить скорее, а вот это вместо этого, а потом еще. Ну, какая-то такая лихорадка. Новаторская. И вроде вот она сейчас стихает. То есть количество людей, которые бегают из направления в направление, уже уменьшается. Потому что можно спокойно выбрать, а потом и работать в этом. Вот. А те, кто перемещаются, они перемещаются тоже достаточно свободно. Ну, как бы не то, что, ой, вот это какие, какое гадкое направление, вот это какое распрекрасное. Да нет, ничего подобного. Ну, сходи, это же нравится людям. И, похоже, работает, раз существует. Вот. А то, что касается техник, нет никаких запретов в гештальтотерапии. Да хоть гипнотизируем. Только объясни, зачем. Ну, да. Это самое главное. Объясни, зачем ты это делаешь. Вот. Ну, что ж, хорошо. Данил, я думаю, что наше время завершается. Да. Наша дальнейшая миссия – это ужин. Да. Да, да, да. Будем двигаться в этом направлении. Предначертано нам свыше. Хорошо. Вот. Спасибо большое за встречу. За то, что пригласили. Ответили на вопросы. Участвовали в беседе. Спасибо. Дорогие зрители, на этом мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Спасибо большое вам за ваше внимание. И до новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok